Людмила живёт в селе Бензари Балтского района. Каждый месяц она платит 128 гривен за воду. В её доме прописано 4 человека, но сын с невесткой живут в городе. И независимо от того, сколько воды они израсходуют, платить всё равно приходится по фиксированному тарифу – 32 гривны человека. В своём доме семья уже установила счётчик, но сельский совет отказывается принимать оплату в соответствии с его данными. Дело в том, что в 2009 году сельский совет решил передать водонапорную башню безоплатно в аренду сельскому фермерскому хозяйству «Прогресс», руководитель которого Михаил Лазаренко. Мы идём в контору до этих секретарей, а там… До бухгалтерии. Она сразу закрывает рот и всё. Не даёт даже говорить. А до него бесполезно идти. Такая людина, что он может и побить, и матом послать, и стрелять вон за землю. Местные власти вообще с ним до него не обращают внимания, потому что там всё куплено. А что мы можем сделать? Помимо водонапорной башни, сельсовет передал в постоянное пользование этому же предприятию более двух гектаров земли под артезианской скважиной для производственной деятельности. Жители села возмущены высокими ценами на воду. Мы пришли в офис компании «Прогресс», но в 11 часов дня на месте не оказалось ни руководителя, ни заместителей. Бухгалтерия оказалась закрыта, хотя за дверью были слышны разговоры. Двери не открыли не только журналистам, но и жителям села, которые хотели внести оплату. Девчатка, откройте, треба заводу заплатите. Как утверждают жители, именно руководитель фермерского хозяйства «Прогресс» Михаил Розаренко является хозяином Балтского рынка, магазина мебели и шикарного особняка. При этом водонапорную башню он взял в аренду бесплатно. Мы сейчас подготовили целый ряд документов, обращений, и мы хотим разобраться с сложившейся ситуацией. Насколько сама передача водонапорной башни в частные руки была законна, насколько законны сегодня те тарифы, которые выставляются людям на оплату за воду. И если там были, опять же, известные ляпы, связанные с тем, что кто-то хотел что-то нажить, то мы обязательно сделаем это предметом гласности, и об этом все узнают, все услышат. То есть я считаю, что страна должна знать всех своих героев. Дарья Сидоровская, Сергей Самойлов, Андрей Лысенко, Новая Одесса.